У меня не связаны шнуры на кроссовках. Я тупой, я иностранец. Вот это крышки. Тебе очень много дают. Hola amigos! Добро пожаловать на канал Кики Мексиканец. И сегодня я хочу рассказывать очень интересные вещи. Я заметил, что есть какие-то вещи, которые сводят с ума русским гораздо больше, чем латиноамериканцев. Наверное, вы об этом не заметили, но живя в России 10 лет, я заметил, что есть какие-то вещи, которые прям для вас это весит. А для нас нормально, или хотя бы для меня это не имеет никакого раздражения. Итак, первая штука, которую я заметил, это когда у меня не связаны шнуры на кроссовках. Бывает такое, я не знаю, почему я себе купил какой-то модель, в которой у меня постоянно просто развисаются шнуры. И я иногда понимаю, что у меня уже развисались, и мне нужно, допустим, связывать до 5, но я просто в середине улицы, и я думаю, о, там, не знаю, 100 метров есть лапочка. Я там буду как-то посидеть и все это нормально делать. А я пока иду, все люди говорят, э, у вас шнуры? Да-да-да, развязываются. И так, так постоянно люди всегда, то есть, мне кажется, русские не могут терпеть просто видеть, как люди ходят, когда шнуры не связаны. Я не знаю, если вы заметили, если вы тоже на улице, когда кого-то видите, то же, эй, у вас шнуры, то есть, мне кажется, такое, как-то, не знаю, хорошая штука, которая друг друга совершает. То есть, конечно, это классно, чтобы не упасть. Я понимаю, но иногда я думаю, о, я, не знаю, полегче. Я думаю, о, сейчас, когда мне будет удобно, сделаю. Пока я начинаю ходить немного так аккуратно, чтобы сам себя не упасть, но... Вы знаете, у меня появилась такая идея, где я хожу на улице, не связанными шнурами, и посмотрим реакцию людей, и считаю, сколько людей просят, что я связывал шнурами. Напишите, если это вам интересно, и, конечно, я думаю, можно такой эксперимент делать. Вторая штука для вас, это, конечно, очевидно, но не для всех. Вы, конечно, родились в стране, где обычно зимой очень холодно, и у вас есть какие-то меры, которые просто мы даже в этом не задумывались. Мы понимаем, что есть логика, но просто как-то мы с этим не сталкивались, и поэтому об этом не задумываем. И это когда в зиму я просто по привычке сижу на лавочках. Обычно это бывает и камни, или металлические, и деревянные, разного. Ну, я заметил, что я с друзьями, не знаю, стоим, и типа, ой, лавочка, я еду, сижу. Типа, нет, ты почему сидишь? Это очень плохо, это дредно, это зима, ты нельзя. Я понимаю, что есть логика, но при этом семья ругает, что, типа, нельзя сидеть, вставай. О, ладно, давай. Я не знаю, если просто мы в Латинской Америке слишком эмоционально любим драму, но я помню, что когда мы что-то рассказываем, особенно когда была какая-то трагедия, или авария, или травмы, я начинаю, да, вы представляете, он, типа, так себя ударил, вот, головой, а потом здесь все, вот, это кровь, и вот, ну, я начинаю, не показывай на себя, пожалуйста. И я, ну, мне кажется, у нас очень как-то нормально, да, типа, да, да, он себя здесь ударил, и все, и потом. И для нас привычно, что, чтобы давать больше деталей, и больше информации, чтобы человек легче понял, показывай на себя. Я знаю, что в России это очень плохо смотрят, когда ты чужие вида показывает на себя. И раз мы продолжаем с эмоциональной штуки, я, понятно, очень много лет живу в России, но я помню, что, да, вначале, как мы говорим, типа, как-то мне сказали, а ты не можешь говорить с руками, и в принципе могу, но это как-то неудобно. Я чувствую, как будто мне связывали, и какие-то чувства, что мне нужно как-то свободно, спокойно все это делать, чтобы говорить. Кстати, я заметил, что в прошлом видео было больше эмоционально, чем обычно, и вы заметили, некоторые там понравились, и которые нет, но правда, мы такие, нам нравятся, потому что чувствуем, что мало просто словами, то есть мы не привыкли, что так. Я понимаю, что, когда говорили со своими друзьями, почему так? Нам показалось, что обычно, когда холодно, ты просто стоишь, и чем меньше как-то двигаешься, потому что так как-то не хочется, потому что тебе холодно, и просто так стоишь. И, наверное, несмотря, что потом лето, и все это уже не холодно, все равно стоится вот этот поз, а у нас как-то нет, как-то все как-то используем руки, чтобы почувствовать больше эмоций, и, ну, иногда я знаю, что это вам слишком много, и это иногда раздражает вам, когда человек слишком много махает. А шестой момент, который я заметил, это, несмотря, что я столько лет живу в России, до сих пор не могу отключить вот эта функция из Мексики, что мы поздоровимся постоянно с людьми на работе, даже не знаю, мы встретились утром, потом мы опять пересеклись в коридоре, мы еще раз поздоровимся, увидимся, чтобы поесть, поздоровимся, и мы постоянно поздоровимся. Привет, привет. А я сомнитель, что мои друзья начинали раздражаться в этом, как-то мы уже поздоровились с собой. Я не, я прекрасно помню, что мы поздоровились, но просто пройти мимо тебя и ничего не сказать, это как чувство как игнорировать. Наверное, как-то в этот момент не хочу что-то конкретного спросить, но я хочу сказать, что типа я вижу тебя, я знаю, что ты есть, я привлекаю какое-то внимание на тебя, и поэтому самое простое, это просто сказать привет. Я понял, что в России не перенято, когда ты говоришь 3-4 раз привет одни человека в течение рабочего дня, а для нас нормально, привет, да, привет, да, привет, привет. И как дела? Ну, хорошо. У тебя как? Да, хорошо, спустя полчаса. Да, привет, да, привет, ну ладно, пока. Да, бывает такое, поэтому извините, не специально. И я до сих пор с этим страдаю, потому что до сих пор начинаю поздоровиться. Это я вам говорю, если не поздоровиться, мне кажется, это просто как дяд игнор. Я не могу пройти мимо знакомого человека и ничего не сказать. Есть обратная сторона. Когда мы уходим, мы постоянно говорим как Я ухожу, я ухожу, а ты еще продолжаешь. Я ухожу, я ухожу, а ты при этом не уходишь. То есть у нас такое прощание очень длинное. Наверное, если бы вы были в Латинской Америке, вы заметили, как мы прощаемся много раз. До свидания, адьос, даже по телефону. То есть, ну ладно, все, пока, да, пока, береги себе. Ну, завтра увидимся, да? Ну, пока, да, да, хорошо, ну, до завтра, пока. Ладно, береги себя. Окей, да, 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 обнимаю, пока. И у нас есть такая пословица Это примерно тот, который очень много прощается, он не хочет уходить. И да, это правда. Поэтому для нас есть какая-то подготовка, потому что для нас прощание это такой длинный процесс. И в этом случае, ну ладно, я все ухожу. Окей, хорошо, и спустя полчаса, ну, я уже ухожу. Типа, да, хорошо. И я, кстати, о этом я сам не заметил, пока мои русские друзья в этом не замечали меня. Типа, ну все, уходи уже. Вот, вот. Ладно, я новой. Для нас очень сложно сказать, я не знаю. Кажется, потому что, если так говорим, будем касаться невоспитанным или невежливым. У меня есть русская подруга, которая живет в Мексике, и она мне сказала, ты не представляешь, как меня раздражает, когда я что-то спрошу, и у всех есть разные варианты. То есть, где находится вот это место? Кто-то говорит, ну, налево, все прямо. А другой, ну, все прямо и направо. А потом, ну, у всех есть ответ на это, потому что никто не может говорить. Типа, не знаю, все. А она раздражалась, что люди, питаясь, быть вежливыми, дали информацию, которая иногда казалась фальшивым. А я помню, в обратную сторону, когда я только начинал жить в Москве, я спросил что-то на улице. Вы знаете? Нет, не знаю, и они ушли. Я думаю, почему они такие невежливые? Потом я понимаю, что иногда лучше просто сказать, не знаю, что отправит этого человека, понятно, не знаю, куда, и чтобы не потерять время. Очень интересный момент, когда мы учим русский язык, нам говорят, что это, это кушать. И поэтому это смешно, потому что я, допустим, взрослый мужчина, я говорю, хочу кушать? И они типа, есть, кушать. И я не знаю, почему, но правда, все как преподаватели обычно нам говорят, что это кушать. А потом типа, кушать, это только дети. Ты научишь говорить есть, и потом есть. Но это есть, это тоже глагол быть. Я есть в этом мире. Вот, конечно, для иностранцев будет есть, проще как существовать, а кушать, что связано с питанием. Но по факту, мне очень много раз исправили, типа, не говори кушать, говори есть. Ну ладно, хорошо, сделайте мне скидку, я тупой, я иностранец. Когда я говорю своими друзьями, ну, завтра решим, завтра скажем, завтра доделаю, они поняли, что особенно в Латинской Америке понятие завтра или такой маньяна, или такой аурита, как сейчас, это такой период, который может длиться один час до течения нескольких лет. И да, это правда. И поэтому мне очень удивилось, что у вас тоже есть какая-то выражение, как кормить завтраками. И кормить завтраками даже очень красиво звучит. И у нас тоже есть маньяна, маньяна, маньяна. И для нас нормально. Ну, маньяна, ну хорошо, ладно, это как позже. Когда-нибудь, но не теперь, но в ближайшее время, но не скоро. Вот это маньяна примерно. И я сомневаюсь, что да, это вам не нравится, но если вы живете в Латинской Америке, вы должны выучиться жить с словом маньяна и с словом аурита, потому что иначе вы просто сводитесь с ума и уходите. Да, я сейчас понимаю, что когда я говорю маньяна в России, маньяна это действительно завтра, это не может быть через год. Вы знаете, может быть, тоже мой латиноамериканский менталитет, но мы считаем, что детали иногда важнее, чем сам факт и результат истории. Поэтому, когда я начинаю что-то рассказывать своими друзьями, я начинаю такое длинное описание, подробное текто, типа, и что дальше, то, что дальше, давай, говори конкретно, короче, что. Я сомневаюсь, что иногда давать столько деталей вам просто утомляет. И, не знаю, мне кажется, у нас как раз вот это все описание дает все красота, чем сам результат истории. То есть иногда интересно просто слушать, как вся история развивалась, чем закончилась. И даже я помню, что мне говорят, по-моему, на русском, он сейчас начинает рассказывать о рождении Иисуса Христа или какие-то выражения есть что-то по этому поводу, что я рассказываю иногда очень подробно и иногда для вас это через чур детали. И история настолько длинная, что вы просто потом уже соблюждается, какой был инициальный вопрос и почему я эту историю рассказывал. Другая вещь, которую русские не могут терпеть, ну, и не только в России, это опоздать. Для нас просто есть культура опоздания, но мы не то, что опаздываем специально. У нас есть причина. Обычно, например, если у нас есть вечеринка и ты приходишь вовремя, обычно ничего не будет готово, пока все собираются. И иногда бывает такой неловкий момент, когда хозяин дома просто все убирает и даже ты не знаешь, как помочь, потому что ты замечаешь, что ты больше мешаешь, чем помочь. И поэтому у нас, когда есть вечеринка или такие мероприятия, всегда решим, не знаю, где-то на час, на полтора часа после прийти, когда уже все устроено, когда удобно. И понятно, у меня было тоже, когда я начинал сорганизовать свою вечеринку, я говорю время, и начинаю видеть, что мои гости русские начинают прийти вовремя. Понятно, я не был готов. Я думал, ну, наверное, они спустя полчаса не придут, но нет, здесь нельзя подчеркнуть с времени, время, которое ты скажешь, так и придут. И тоже, как к сожалению, если тебя приглашают, то какое-то время я начинал тоже чуть-чуть позже прийти, типа, ты что, почему опоздал, мы тебя ждали. Я типа, ой, специально не сделал, но просто у нас так привычно, что так. И есть одна штука, которую вы вообще не можете терпеть, и благодаря вас я мог убрать из себя вот эта вредная привычка, это очень много пить кока-колу. Я помню, когда я приехал, ну, вы не представляете, в Мексике даже трехлитровая кока-кола продают, то есть такие размеры, которые даже сложно себя придумывать, все размеры есть, все цены на стеклянные, не стеклянные, пластиковые, не пластиковые, на ванночке, все, все есть. И мои друзья начинают заметить, что я постоянно на обед возьму себе кока-колу. Это ты что, мы используем, чтобы мыть туалеты. А вы не знаете, я просто хочу, я просто хочу кушать в едине, ой, опять же говорю кушать, я хочу есть в едине, чтобы мне не говорили, мне не трогали, чтобы это нужно использовать, как средство для мыта туалета. Нет, нет, нет. И так постоянно, постоянно, что окей, я все, просто перестал купить кока-колу, чтобы меня оставили в покое. И потом, пустя пару месяцев, потом была привычка, и не знаю, мне кажется, наверное, уже лет 80, что я вообще не пью кока-колу. Вы представляете? Я вообще это не делаю. И это благодаря вас, потому что вы это не терпите. А жить в Мексике без кока-колы, я вообще это не могу себе представить. Я могу себе представить жизнь без чая. Все, но когда у нас есть, допустим, Рождество, все вот столько реклама, все семьи собираются, обязательно, вот эти кока-колы в центре места, все это тоже не просто напиток, это образ, и тем более, там очень много акций делают, когда есть праздники, которые ты собираешь, вот это крышки, тебе очень много дают, это просто там другой бизнес. И я знаю, что вы просто это не терпите. И когда я вижу, что все типа сидят с чаем, я типа с холодной кока-колу пью. И, конечно, спустя много лет, я сейчас думаю об этом, как смешно, наверное, со стороны показалось, что какая-то, не знаю, могла быть жирная еда, все с чаем, чуть-чуть глоток, а я со своим кока-колой холодной, типа давайте. Но, я понимаю, что это правильно, и вы молодцы, так что спасибо. И, пожалуйста, пишите в комментариях, что для вас было самого интересного. И, если вы заметили, то, что делают иностранцы и вам прямо раздражает. Скажите ваше мнение. Ну и, мои дорогие амиго, спасибо большое, вы такие классные. Спасибо большое за вашим отзывом, за вашим комментарием. Мне безумно приятно столько читать, сколько комментируете. Спасибо большое вам. Я вижу, сколько времени вы уложите на ваших комментариях, ваше объяснение. Спасибо, правда. Вы у меня самые хорошие, самые дорогие. Я вас очень люблю. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Adios, amigos!